всем доброе утро мы находимся в каракей приехали на завтрак ну тут туристы и тут и кстати тоже смотрите собачка на мотоцикле приехала это очень знаменитые кафе для завтраков там за этим зданием баскор сейчас вам покажу там типа self-service заказываешь как назвать ну не шведский прям стол но очень-очень большой выбор но не очень это удобно потому что надо долго ждать короче мед с каймаком закусками за всякие 7 ты разрезанные нашпигованы уже сыром но кстати не первой свежести это вчера вечером сделано там уже вид сыр заветреный очма плача хлеб жареный просто это тесто в жире масле булочки очма плача круассан буреки это хлеб в каком-то кляре вот видите очередь огромная вон-вон-вон улочки береги сыр и и вот видите в чем прикол цена за несколько кусочков я так думала обед что это получается на этот кусочек вот здесь овощи целом и да за одну штучку прикиньте кусочек албасы 20 лир одна штучка мужчина спросил я увидела услышала да за одну стучку цена офигеть это дорого что здесь здесь что-то жаренка какая-то суджук сыра можно пожарить вон на плите он маномену девушка делает и вот есть готовые тарелки где уже положили овощи сыры и вот здесь еще можно отдельно купить нарезку вот эту которая их производствует этой фирму нам делиться вам вот это раз два три четыре пять шесть кусочков здоровенных колбасы из языка говяжьего цена 210 лир 178 грамм нормально кстати цена хорошая фирменная но не синтетическая химозная колбаса столько стоит в магазине сосиски с запахом как бы копченостей кстати вот эта хорошая фирма я у них манты покупаю раньше они красивые считают их нет 250 лир вот это пачка там цена 250 грамм тоже дочь напугала меня подожди сейчас это же такое у нас к этой колбасы да но это для жарки на мангале а пастерма сосиски ну купим да сейчас когда покушаем купим с собой этих сосисок они хорошие так коктейль сосис 200 лир 300 грамм а это кстати гелибулу производит это где наша дача это где мраморное море короче выходит вот там у них фабрика и там кстати даже была на этой фабрике это сардины очень кстати вкусно но это в этом в масле гравьер пейнер а вот кстати сыр косичка который как сказать копченый сыр а вот кусочки гравьер 200 слов кстати можно купить 240 ли 300 грамм гравьер пернир это mazda всякие всякие сыр и но сыр косичка хумус в пакете сухой можно развести тоже со специями и сделать хумус зенжифир это корень имбиря молотый в чай можно класть сыр косичка повторюсь здесь очень дорогой в турции маленькая там вернется 50 200 стоит грамм 100 турецкая хурма она тут суджики сладости кстати хочу вам рассказать что вот это хурма не называют но это финики это люкс называется люкс то есть самого лучшего качества 218 лир 370 грамм у меня на базаре килограмм его стоят 400 лир вот этого же один один вот этого хурма это но это на самом-то деле не турецкая это из арабских стран скорее всего иранская потому что в турции сейчас покажу турецкую и а турецкая вот она вырастает вот таким маленьким видите маленького размера что ну из-за погодных условий какой люкс форма такая не вырастет огромная розовые до их свеклой покрасили пальчиком пальчиком так не трогай да тут же тушу сама соленье масло мед для 300 сразу то есть покупать вы можете что показать мед в банках до мед в сотах моем детстве мед сотов был по праздникам назовем в кавычках деревне летом у дедушки качали мед соты были у его брата у тому маму в детстве пасеха была и все такое прочее то есть только по сезону металл соток я обожала это сардины из гелеболу вот написано гелеболу с этой же фабрики вкусные кстати но они все в масле одинаковый вкус я люблю кильку в томатном соусе например так подожди секунду а здесь у нас про здоровая пита это срача аджи хай тут не четверть не разбей ладно ну вот это просто магазинах продается агава сироп соевый соус ну короче все подряд и турецкая он хайнс и иностранная все подряд кокосовое масло ой молоко дочь пройди пожалуйста офигеть 120 лет знаете это 70 на трендиоли можно купить ноги 90 максимум в магазине где не быть это на самом деле столько стоит для туристов вот они пожалуйста я надо этого охренеть простите конечно за мой французский 310 лир это состав какой чё там составе у нас антепы стык 35 процентов и старших только короче за 300 лир вы угораете 150 лируется на вот этой банке в интернете а вот это крутая вещь дамласа крыс я вы маджу мастика с водой короче в кофе кладут когда я много этого раньше давно рассказывал это очень крутой советую купить но тоже в интернете 100 лир это банка стоит а не 160 как тут макарошки варенья всякие разные вот смотрите апельсин с морковкой варенье господи 260 лир уже это и на это французское варенье оно и магазине продается вот этот я не гюнь или или я не гюль чуть такой я не гюнь наверное милая гюнь да я не гюнь дорогое здесь она вообще 80 90 лир стоит это хорошее варенье из анталии инжирная от лимонная клубничная персик из баклажанов у меня такое было из арбуза с грецким орехом есть он пожалуйста это у нас кичи инжирное варенье а за 150 лир это сутри чили сгущенка короче всего навалом и такую фирму не знаю вот тоже хорошая фирма турецкая это же покупаю солчак короче все что по питанию по продуктам турецким здесь в магазине туристы все могут купить все ну не в два раза это я конечно при это самого вот иностранные продукты пожалуйста это все как сказать ну типа на 60 процентов дороже чем в магазине что не тут выложили это просто в карфуре гурме продается киндерка я обожаю кстати марта спана вот этого любимый вон я привет гелирум гелирум о прикольные с баунти бисквит это здесь кабак это короче кляры с овощами омлет мизе баклажан с йогуртом типа тарелка какая-то овощей и сосиски вы не поверите вот это вот всего лишь около 1000 лир и хлеб то есть обязательно конечно хлеб всему голова молодец умничка капец я в шоке извините вела вас дезинформировала здесь еще маноман вот такой крошечный крошечный что моя руководство но вкусно и честно скажу вот это вкусно это вкусно хотя выглядит не вкусно чай реально да поняли мы поняли сосиски это давай этот огурчик наворачивай ну не косарь конечно но но немало но блин честно скажу зря на них я погнала это было очень вкусно реально все было все что они мы не попробовали вкусно вообще окей обожаю вот эту часть там было чисто прекрасном кстати макаронцы здесь покупали но неплохие кстати кто здесь живет девчонки вот как называется нормальный но не супер конечно на ней ля дургей конечно же но неплохо для турции вообще нормально ремонтирует старое здание кстати у меня камера новая как вам качество съемки и звука кстати тоже звук другой качество картинки вот тут снесли историческое смотрите эти подпорки здания держит интересно не думаю какой нибудь отель построит как всегда все в флагах сегодня иду-иду да я вижу это рассказала не знаешь что господи у ребенка этот патриотизм турецкий воспитан садика со школы это как будто бы ее день рождение сегодня да но у нас это знаете а пеннинсула у нас это в норме без фанатизма это мой самый любимый из магазинов полков супер степ вообще магазин супер степ очень люблю как музыка я наверно отключу звук на видео и буду что-то с субтитрами подписывать здесь обычный диджей играет спору как тепло слава богу закрыты и облака а вот кстати этот крейсер огромный военный сегодня его подогнали дню республики да дочь помню тут часто бываем на пароме и вот этот крейсер военный на нем сегодня эти дни из-за дня республики открыты экскурсии туда можно попасть посмотреть вот этот здоровый корабль огромные видишь вот в него можно сходить там экскурсия как пахнет хорошо соленой морской водой много вам стамбульского вайба хочу еще отметить что нереально теплая погода я за 10 лет здесь такого теплого октября вообще не припомню я дело куртку только один раз две недели назад у нас был дождь было 15 градусов когда дождь сразу очень холодает сейчас 20 28 днем и этот конец октября 29 сегодня представляете сидим в кафе ждем заказ кофе сейчас вам прикол расскажу я не пью обычную молочку только альтернативное молоко короче кокосовое или миндальное короче я официант спрашиваю я говорю капучино мне а я и говорю а хиндистан джи висют вармы то есть кокосовое молоко вполне знаете что говорит поворачивается коконат милк вар хиндистан джи висют йог то есть у меня он мне сказал на английском то же самое то есть на турецком у него нет а на английском есть я такая сижу обрабатываю информацию не понимаю что он такое говорит это же одно и то же просто на другом языке и муж мне поворачивается и такой ну что сказали же них типа ты что-то нереальное хочешь не надо горит нам коконат милк дайте два обычных капучино тогда я такая так стоп говорю официанту у вас говорю хиндистан джи висют вообще просто есть он говорит есть коконат милка и грачу же в негре лепите что у вас его нет но у вас есть коконат милк это же она же самое ну вот так короче а ну да короче прикиньте вот это как всегда когда горит что-то иностранец турки очень многие теряются и короче типа ошибка на самом деле никакой ошибки не было а Ух ты, блин, какая! Здрасьте, Лёд! Мелиза! Здрасьте, дядь Вова! Это просто люди, граждане! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Это канал НТВ. Прямое включение сейчас будет. Как интересно все это за кадром. Как они готовятся к эфиру. Танцевали сейчас стояли. Да, надо было все-таки на журналистику идти учиться. Очень интересный процесс. И туристы все это снимают. Там оркестр детский. Симфонический оркестр. Детский Турции. Потрясающе играют. И дирижер вообще суперский. Добрый дядчик. Ждем включения. Вот она на меня смотрит. Прикольная такая. Какая миленькая здесь. Кафеска маленькая. Моя дочка очень любит это заведение. Это опять же Галатапорт. Айс Крим Соллас. О май гад. Я сниму твою кафешку от любимой. Отойди чуть-чуть, я велик сниму. Это мой рай. Плой рай это точно. Все розовое. Розовое и в цветах. Это все стиль дочери моей. Смотрите, мы утром приходили здесь корабль. Этот военный стоял. Все, его уже нет. Уплыл. Везде я сегодня марш играет гимн страны. Ах, ребята. Пусть у всех все будет хорошо. Мне сегодня кто поздравляет с днем? Турции желают, все здесь желают мирного неба над головой. В такой напряженной ситуации. Так что я и вам всем этого же желаю. А вон государственная этот лодка. Спасибо, что с нами побыли. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok